Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, в этом году тоже нас стихия не оставляет в покое. С 27 по 31 мая из-за сильных дождей резко повысился уровень воды в реках республик Алтай, Твах, Акасия, Алтайского края. Подтопленными оказались более 200 населённых пунктов в 40 муниципальных образованиях. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 36 тысяч человек. Мы уже неоднократно разговаривали с коллегами на эту тему. Знаю, что МЧС России в последнее время подключилось, и Министерство обороны предприняли все необходимые меры вместе с региональными властями для того, чтобы людей спасти, избежать больших разрушений, насколько это можно было, спасти имущество граждан. Нужно предпринять все необходимые меры, необходимые для того, чтобы обеспечить эпидемиологическую обстановку в регионе, имея в виду и погибший скот, и могильники, если они есть. Затем посмотреть, как помочь школьникам, которые заканчивают школу и должны сдавать ЕГЭ. Ну и, разумеется, нужно сделать всё для того, чтобы восстановить утраченное жильё, помочь людям в этой серьёзной трудной жизненной ситуации. Давайте заслушаем доклады с мест, а потом здесь, в Москве, тоже поговорим на эту тему с коллегами и определим наши действия на ближайшую перспективу. Что хотел бы отметить в завершение нашего совещания сегодняшнего? Хотел бы отметить, что система антикризисного управления в целом заработала своевременно, и штабы соответствующие регионали были созданы вовремя. И хочу за это поблагодарить всех, кто принимал участие в ликвидации последствий на начальном этапе. Вместе с тем работа предстоит большая. Только по предварительным оценкам 66 тысяч человек пострадало. В этой связи прошу руководителей субъектов Российской Федерации вместе с МЧС и региональными, и муниципальными властями провести как можно быстрее оценку масштаба бедствия и поимённо выявить всех людей, которые нуждаются в помощи. Где нужно работать, по каким направлениям, всем понятно, это и здравоохранение, это восстановление инфраструктуры, помощь отдельным секторам экономики, включая сельское хозяйство. И, конечно, нужно обеспечить своевременную, в соответствии с действующим законом, адресную помощь пострадавшим гражданам. Имею в виду и помощь в восстановлении жилья, имею в виду и материальную помощь в восстановлении утраченного имущества. Прошу подключиться к этой работе и Рогожкина Николая Евгеньевича, полномочного представителя, чтобы вы там тоже в регионах бывали, смотрели, что там происходит, давали соответствующие оценки. И жду ваших докладов на эту тему. И вот ещё что в заключении. Конечно, знаю, что все ведомства работали, работали эффективно руководители регионов. И приятно слышать такую успокаивающую формулировку, как «всё находится под контролем». Вместе с этим мы с вами понимаем, что люди находятся в сложной ситуации очень, в тяжёлой ситуации. Хочу вас предупредить от того, чтобы у нас за этими формулировками, что называется, глаз не замылился. И мы никогда не забывали ни на секунду о том, в каком положении сейчас люди находятся. И реагировали бы, исходя из реалий, которые складываются на данный момент времени. Никогда об этом не забывали. Повнимательнее отнеслись к нуждам каждой пострадавшей семьи, каждого посёлка, каждого населённого пункта. Нужно оценить в денежном выражении масштаб потерь. Но оценка должна быть объективной, с тем, чтобы, а, никого не забыть, а, б, чтобы не было никаких спекуляций. К сожалению, должен это отметить, и вы это тоже хорошо знаете. Когда после первичных оценок начинаешь смотреть поподробнее, размер заявленных средств подчас уменьшается не в какие-то проценты, а в разы, чтобы этого не было, прошу вас. И МЧС, обращаю на это внимание, должна быть проведена комплексная профессиональная оценка ущерба. И, соответственно, сделана окончательная заявка на необходимые ресурсы из федерального бюджета. По результатам нашей сегодняшней встречи подготовим ряд поручений. Прошу вас самым активным образом работать над ликвидацией последствий этого стихийного бедствия. И жду от вас доклада через полтора-два месяца по тому, как идёт работа по восстановлению утраченного имущества и восстановлению инфраструктуры. Спасибо.